Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня мы с вами распакуем посылку с Авито. Я никогда в жизни ничего с Авито не заказывал, это моя первая посылка, можно так сказать, я всегда покупал только из рук в руки, но вот пришло время, тем более то, что там находится, вас удивит. Ну и меня тоже, надеюсь, так что погнали! Сперва предлагаю начать с такой некой предыстории, что поспособствовало вообще данному заказу. На самом деле, многие из вас знают, что сейчас я восстанавливаю свою коллекцию наборов Лего, ну в детстве я очень часто любил терять детальки или ломать их, вот, и поэтому мне сейчас не хватает очень много деталей. Поэтому я искал много разных способов, где их можно заказать, где подешевле их можно купить. Ну, конечно же, вы скажете, есть замечательный сайт BrickLink. Да, он очень классный, в нем очень большой выбор, но, к сожалению, там довольно дорогая доставка, ну это если мы говорим про зарубежных продавцов, ну и, конечно же, там в магазинах бывают не все детали, которые тебе нужны. Поэтому я начал искать какие-нибудь другие способы, другие сайты, ну и, в частности, я влазил по Авито, смотрел что-нибудь и наткнулся на просто великолепнейшее объявление. Вот продавца Анны, с которой мы как раз-таки и связались, и я купил данные детали, спойлер, в этой посылке будут детали для восстановления наборов. Ну так вот, у нее просто огромный выбор деталей, я реально был в шоке, когда я дал список, список я где-нибудь тут прикреплю, возможно, деталей тех, которые мне были нужны, и практически все детали были у нее в наличии. Честно, я был очень рад, и я сразу же пошел искать другие, другие детали, которые мне были нужны, чтобы восстановить всю мою коллекцию, поэтому как-то вот такой заказ и получился. Давайте, наконец-таки, вскроем данную посылку, чтобы вы посмотрели, что же я заказал. Ну и для того, чтобы вскрыть эту посылку, нам, конечно же, понадобятся вот такие вот ножницы обыкновенные. Давайте начнем вскрывать данную посылку. Я немножечко надрежу, я думаю, разорвать ее... Да, все шикарно, все по шву идет отлично. Тут у нас вот такая вот мягенькая бумага, очень классно. Ну, как-то так, тут все запаковано, так что давайте... Тут вроде больше ничего нету, да, упаковку убираем и распакуем все вот это вот. Очень классно запаковано, прям хорошо. Так. Даже несколько слоев, как я вижу. Так, тут у нас ничего нету. Давайте, опять же, уберем этот слой. Очень хорошо запаковано, чтобы ни одна деталька не пострадала. Сейчас будет немножечко шумно, потому что я отклеиваю скотч. Так. Ну и... Да что ж такое? Очень много бумаги. Очень хорошо запаковано. Правда. Так, давайте всю эту бумагу уберем. И вот он, весь мой заказ. Я так понимаю, он замотан в некую пленку. Пищевую, скорее всего. Давайте ее, опять же, надорвем. Детали прям на совесть запакованы. Так. Ну и тут уже видненится детальки. Долгожданные, можно так сказать, даже. Ну, вроде бы все. Да, наконец-таки победили. Ну, упаковку. Давайте посмотрим, что же я заказал. Такой вот пакетик прекрасный есть. Ну и вот они. Детальки для восстановления моих наборов Vega. Упаковано просто все на высшем уровне. Правда. Да, я не сказал, сколько это все стоило. Это мне обошлось в 1250 рублей или в 1300. Я уже не помню. Но как-то так это все мне обошлось. Давайте теперь по порядку пройдемся, что вообще тут есть. Ну, во-первых, первая деталька, которая тут есть, да, это деталька из Hero Factory. Она мне нужна была для восстановления вот этого вот набора. Сейчас, секунду, покажу. Вот этого сета. Тут не хватало этой штуки. Теперь она у меня есть. Это прям потрясающе. Дальше вот эта вот деталька. Она мне нужна была для восстановления какого-то набора Lego City. Кстати, детали практически новые. Это очень классно. Так, ну давайте разбирать все пакетики поочередно. Сеточка. Сеточка нужна была для набора Dino, насколько я помню. Летом делал обзор на этот сет. И там, как раз таки, не было этой сеточки. Давайте вскроем пакетик. Не знаю, зачем, но просто вскроем, посмотрим. Да, сеточка, вы посмотрите, она реально новая. Как будто бы только что ее произвели. Это очень классно. Наконец-таки она у меня появилась. Я ее потерял давным-давно в детстве. Ну, в обзоре все рассказывал. Дальше вот эта вот деталька мне нужна была для восстановления, опять же, набора Lego City. Давайте на нее посмотрим. Она, опять же, да, практически новая. Очень классно. Ну и дальше по мелочи. Давайте, опять же, высыпем это все. Так, тут уже довольно интересные детальки. Смотрите, это ноги. Какой-то мини-фигурки из серии Lego Chima. Не помню, льва, по-моему. К сожалению, в журнале с этой мини-фигуркой мне попалось два торсика. И ног там не было. И, наконец-таки, после... Ну, в каком году закрыли Chima? В 14-м, по-моему. После стольких лет у меня появились ноги от этой мини-фигурки. Очень классно. Я прям рад. Ну и дальше по мелочи. Эти детальки для восстановления набора под ZiaG. Насколько я помню, это машина Koula. Эти детальки, опять же, для Lego City. Это, кстати, немножко зацарапанная. Ну, ладно, ничего. Дальше. Что у нас? Детальки для восстановления, опять же, каких-то наборов Lego City. Это для машины Koula. Теперь давайте дальше вскроем. Но пока я больше всего рад, конечно же, сеточке. И вот этим вот ножкам. Сеточку я куда-то уже убрал. Вот она. Сеточка прям топовая. Я ее вообще практически нигде не мог найти. Почему практически ее вообще не мог нигде найти. Либо она стоила очень-очень много. Так, давайте дальше вскроем. Тут у нас детальки по Bionicle. Сейчас давайте покажу. Вот ножки, не помню, паучков каких-то из Bionicle. Очень классно. Дальше, опять же, детальки для машины Koula. Для восстановления. Она у меня как бы восстановлена практически на 90%. Но некоторых деталей там просто нет. Дальше. Вот эта вот деталька. Многие из вас, опять же, знают по обзору, что деталька в наборе Lego Dino, антенна, она была немножко сломана, сколота. И я ее решил заменить. Вот эта вот новая деталька. Очень классно. Дальше. Вот этот костюмчик или спасательный жилет для набора из серии Lego City. Это тоже для City, насколько я помню. Ну, я раз восстанавливаю все свои наборы, значит, и City тоже должен восстановить. Дальше. Давайте пройдемся по этому всему. Тут у нас, ох, наконец-таки, руки дроида B2, насколько я помню, из Звездных Войн. Как же я долго их искал. Именно руки. Потому что у меня мини-фигурка-то целая, а вот руки в детстве сломались. Поэтому нашел им замену. Кустик. Еще один кустик. И там еще кусты будут. Тут кустики очень ломаются. Я думаю, если вы давно коллекционируете, вы знаете, что вот это прям беда. Дальше, что у нас тут? Ну, это для машины Коула, опять же. Это для замка Кастл. Вот это вот все. Все эти кирпичики. Это все для замка Кастл. Дальше. Это у нас, опять же, из серии... Нет, не Бионикл. Это из серии Lego Hero Factory. Черный фантом набор. Вот. Там у него был паук. У меня одна ножка сломана. Для машины Коула, насколько я помню. И ножка для какого-то набора по Ниндзяка. Так. Ну, это мы вскрыли. Шикарно. Давайте тоже уберем. И последний пакетик. Давайте тоже его вскроем. Так. Тут у нас, опять же, кустики. Кустиков я сказал много. Давайте посчитаем, сколько. Кстати, кустики все целые. И это очень-очень классно. Я реально давно хотел восстановить все свои наборы с вот такими вот кустиками. Пять штук я заказал. Вот такая вот штука у меня получилась. Ну, и давайте посмотрим, что же тут у нас за детали. Конечно же, это пальцы Груда из Стражи Галактики. Ну, вот такие вот пальцы. Тоже их мало где можно найти. Редкие довольно детальки. Они у меня все практически сломались. Ну, и вот эти вот детальки у меня тоже, ну, расшатались. Тут у меня болталась вот эта вот штука. И пришлось заменить их. Опять же, у Груда из Стражи Галактики. Так, ну, эта штука у меня, по-моему, да-да-да-да, из Чимы. Вот есть такой вот наборчик из Чимы. Наконец-таки есть у него руль. Ну, и также вот эта вот штука давайте, опять же, заменим. Это, по-моему, набор из Королевского замка. Транспорт. Вот. Самого замка у меня, правда, нету, но транспорт есть. Так что, почему бы и не восстановить? Давайте прямо сейчас восстановим. Как-то вот так это все должно быть. Ну, и ура! Ура! Наконец-таки транспорт полностью восстановлен. Я очень-очень рад. Так, ну и давайте разберемся, что у нас тут за детальки. Это обычные черные вот такие вот пластинки. Они нужны для наборов, по-моему, Креатор или Лего Сити, уже не помню. Ну, и опять же, для набора Лего Сити вот это вот все нужно. Вот эти вот все детальки. Это для... Так, это надо убрать. Это для какого-то набора... Не помню. По супергероям, по-моему. Это для Микселя. Кто смотрел обзор моей коллекции, помнит то, что там не хватало пару деталек. Ну, и это тоже все для каких-то наборов. Вот это, правда, не помню для чего. Ну, ладно. Короче, вот столько деталей я заказал. Сейчас все придвину, чтобы все вам показать. Так, как-то все вот так вот. Давайте немножечко подвинем вот так. Вот столько деталей у меня получилось. Я очень рад, что я наконец-таки восстановлю все свои... Ну, не все, а практически все свои наборы, которые у меня сейчас лежат просто по коробкам разобранные. И я реально очень счастлив. Спасибо, во-первых, продавцу Ане за то, что я быстро и оперативно нашла все эти детальки. Реально, за несколько дней все это было найдено. И я очень был в восторге, то, что у нее такая детальная база огромная. Просто практически все детали были найдены. Я этому очень рад. Это никакая не реклама. Ссылочку в описании я на нее оставлю. Если вы не хотите, опять же, восстановить все свои наборы LEGO, то можете обратиться к ней. Очень хорошие цены на детали. Опять же, за вот это вот все я отдал ровно 1000 рублей. И за доставку по почте России 250 или 300, уже не помню. Вот. Ну и также упаковка меня тоже порадовала. Куча, просто куча... Сейчас, давайте опять же покажу. Куча вот таких вот пакетиков. Их можно, наверное, использовать в дальнейшем для хранения каких-нибудь аксессуаров или мини-фигурок. Это, кстати, еще не все пакетики. Там еще на полу валяются. Вот как-то так. И да, давайте у меня тут под рукой восстановим быстренько вот этот сет. Наконец-то. Так, стоп. А, эта деталька мешает. Сейчас, секунду. Вот как-то так. Ура! Ура, ура, ура. Посмотрите, как это классно смотрится. Ну, в общем, сейчас я пойду это все восстанавливать. Не знаю, ролик, наверное, получился каким-то довольно скучным. Возможно. Возможно, довольно долгим. Потому что я это все сейчас, ну, одним дублем снимаю, можно так сказать. Тем не менее, если понравился ролик, можете поставить вот такой вот лайк. Пишите в комментариях, заказывали вы когда-нибудь что-нибудь на Авито. Или делали вы какие-нибудь такие закупки деталей. В общем, пишите. Мне будет интересно почитать. И всем спасибо за просмотр. Опять же, спасибо, если вдруг посмотрит Анна за заказ. Всем удачи и всем пока!